друзья всем привет снова находимся на автомобильном рынке сегодня много машин брать не будем возьмем три-четыре автомобиля немножко углубимся скажем так в них вот посмотрим сколько стоит в каком состоянии продаются посмотрим аукционные листы и напоминаю кому нужна проверка автомобиля помощь приобретение автомобиля не стесняйтесь звоните пишите телефоны указаны под видео либо в описании канала погнали смотреть и так это mitsubishi mirage этот автомобиль выпускается с 1985 года данная версия это шестое поколение 2016 году произошел рестайлинг автомобиль стал агрессивнее поменялся капот и бампер бампер передний изменилась передняя и задняя оптика салоне появились новые функции улучшена система безопасности также уменьшен расход топлива салоне изменилась конструкция сидений рулевое колесо и панель приборов автомобиль имеет независимую переднюю подвеску и полузависимую заднюю тормоза спереди дисковые сзади барабанные дорожный просвет клиренс у автомобиля 150 миллиметров объем багажного отделения объем багажника составляет 235 литров из двигателей осталось только более мощная версия мотор 1.2 литра трехцилиндровый трансмиссия вариатор марка мотора 3а92 максимальная мощность 78 лошадиных сил модернизированная система остановки авто стоп гоу лучше двигатель при замедлении примерно до 13 километров в час и ниже посмотрели по данным тоже данный автомобиль 2017 года выпуска мотор 1 и 2 стоимостью 585 тысяч рублей семнадцатый год передний привод 2 vd автомобиля у него штатные литые диски тумана как видите нет резина там лап резина летняя размер 175 55 на 15 снизу порог прикрывается вот такой вот пластмассовой накладкой при повреждении порог возможно не загнется повредиться только накладка которую потом можно будет поменять есть у нас повторители крыле состояние автомобиля снизу всегда всем говорю покупайте не новый автомобиль новый как салона он не будет какие-то мелкие косячки по низу поржавшие мелкие рыжики по тому же самому салону до попадаются автомобили спорю нет с идеальным салоном не всегда снизу финал такой стоит на три секции запаски нет но место под запаску есть багажник судите сами по объему таким образом задние сиденья складываются здесь обшивка тоже тканевая идет сиденья комбинированные двухцветные здесь пластик пластик коврики дверная карта вся в пластики есть черные вставки сзади место в принципе неплохо передняя часть автомобиля согласитесь неплохо выглядит кармашек есть регулировка сиденья по высоте спинка здесь пластик рычаг открывания бензобака снизу под рулем тоже есть такие вот ниши автомобиль заводится с кнопки 89000 руль пластмассовый обычный из удобства подсветка такая небольшая миниатюрная два подстаканника еще одна ниша отключение ай стоп регулировка руля я думал только по высоте регулируется по вылета он не регулируется здесь автомобиль такой бюджет класса пластик пластик идет твердый ну и дальше по стандарт аэрбэк аэрбэк пассажира дуйки идут разные формы посередине вот такие здесь такого плана она регулируется в разных положениях также есть отверстия на обдув стекла потому что я думаю знаете да стекла здесь потеют аукционный лист три с половиной балла есть окрас капота так передней правой двери и замена идет крыла здесь выводят у нас провод можно включить подключить usb документация на автомобиль естественно все на японском розетка 12 вольт датчик при столкновении по месту принципе я себя нормально чувствую данном автомобиле замерзнут ухо не складывается до конца регулировки работают естественно управление дворниками можно отрегулировать частоту включение поворотников включение аварийной сигнализации климат-контроль температура двигателя указывается лампочкой что если честно но по мне так это неудобно пойдем посмотрим следующий автомобиль но это у нас уже идет всеми любимый toyota corolla филдер третье поколение первый раз филе увидели в 2000 году подвеска здесь простая и надежная амортизационная стойка спереди и полузависимая трассионная подвеска сзади в автомобиле 4 воды ставится электромеханическая муфта которая подключает задние колеса объем багажного отделения неплохой 407 литров относительно небольшой радиус разворота для автомобиля такого класса всего 49 метра что касается багажника если сложить спинки второго ряда сидений то объем увеличивается до 870 872 литров а длина достигает чуть больше двух метров коробка передач и двигатель объем двигателя полтора и 18 18 это редкость передний привод гибрид полтора литра работает в паре с вариатором 74 лошадиные силы полный привод полтора литра и 103 лошадиные силы тоже варит передний привод полтора литра 109 лошадиных сил механика передний привод полтора литра 109 лошадиных сил опять вариатор но если это 18 что очень большая редкость там 140 лошадиных сил и опять вариатор данный автомобиль 2016 года выпуска гибридная версия стоимостью 890 тысяч рублей систему при столкновения эти многие думают и что это зимние дворники ребят поверьте это не зимние дворники зимние дворники выглядят иначе серый цвет самый практичный автомобиле тоже установлена летняя резина большинство автомобилей сейчас продаются на летней резине без литья стоят 15 колеса размер 175 65 на 15 йога гамма зато резина двадцатого года выпуска какая прям жирненькая поверьте стоечки целые ржавчины нет по левой стороне видимых дефектов тоже я не вижу есть повторители без ключевого доступа как видите нет ветровики уже установлены стоят японские кто не знает задняя дверь на этих автомобилях идет пластик пластмассовая есть косички по кузову по правой стороне в частности на бампере ну и мелкие царапки на кузове которые в принципе легко устранить полировкой нам не лень стать на коленочку показать состояние снизу если будет видно пластик багажное отделение рычаг сиденья можно откинуть есть подсветка отверстие для полки можно установить полку шторку крючок удерживает 4 килограмма запаска есть смотрите какой огромный салон огромный багажник получается при сложенных задних сиденьях идет подлокотник место поверьте тоже достаточно много в автомобиле мне не очень нравится материал пластика в этих автомобилях он подвержен прям царапается он очень хорошо автоматически стеклоподъемники то есть есть когда вы нажимаете один раз нажали у вас стекло полностью опустилась есть когда приходится держать здесь идет автоматом заводится с ключа автомобиль корректор фар это не говорит о том что фары поворачиваются влево вправо они регулируются вверху вниз и управление меню также складывание зеркал приятно такой запах салоне стоит два бардачка сверх верхний нижний аукционный лист я думаю настоящий пробег 80 тысяч оценка р покраска переднего левого крыла замена передней левой двери замена задней левой двери окрас порога окрас заднего левого крыла только не надо говорить то что машина битая лежит аукционный лист этого никто не скрывает то что есть замечание по кузову окрас здесь дополнительно идут аэрбэги стойках кто не знает что такое гибрид что такое полноценный гибрид сейчас мы автомобиль только завели идет заряд батареи батарея еще зарядиться автомобиль прогреется поршневая грубо перестанет работать автомобиль будет работать грубо говоря на батарейке будет реально большая экономия топлива просто огромная остатки бака здесь чуть больше пол бака показано можно проехать 365 километров идем смотрим следующий автомобиль но это друзья хит продаж 2019 года и 2020 года я думаю 2021 года тоже я думаю все узнали данные автомобили выпускается он с 2001 года внешне он узнаваемый что с 2001 году что 2020 году данный автомобиль третье поколение он немного изменился немного изменился и внутренний интерьер и немного изменился экстерьер предложены новые цвета большая линейка цветов фит представлен переднеприводным и полноприводными версиями подвеска здесь идет простая она в меру жесткая спереди амортизационная стойка сзади неразрезная балка на полноприводных автомобилях сзади подвеска дэдион багажное отделение неплохого объема 354 литра объем топливного бака от 32 литров до 40 литров здесь все зависит от комплектации клиренс у автомобиля до небольшой от 135 миллиметров до 160 миллиметров что касается силовых установок на данных автомобилях здесь все просто всего две версии это 13 и версия полтора литра двигателя мощных лошадиных сил от 86 до 132 лошадиных сил трансмиссия устанавливается либо вариатор на переднем приводе робот на гибриде или неубиваемая надежная механика что касается механики то это большая редкость по крайней мере у нас в россии данный автомобиль 2017 года выпуска объем двигателя 13 стоимость автомобиля 810 тысяч рублей комплектация не из богатых простенькая ярко насыщенный синий цвет литые диски но не штабные хорошая летняя резина размер колески 175 65 на 15 резина 2018 года выпуска максимальная комплектация автомобиля идет с повторители бесключевой доступ эскана выделяется литьем весами идет черный потолок эфка простая релька такая средняя и назову элька оптимальной комплектации багажное отделение знаете что нравится нравится что здесь нет пластика за исключением вот этой обшивки движением одной руки ровный пол тазика хотел сказать нет в гибридной версии тазика нет выиграли эфир в и тоже одна пластмасса посмотрите сколько места сзади очень хорошее состояние салона у данного автомобиля поверьте очень хорошие неплохая посадка в автомобиль а да сейчас доснимая быстренько то есть климат-контроль кнопка старт ребят уже ключи нужно отдавать от автомобиля мультируль пробег 22000 видимо поэтому такое хорошее состояние салона подсветка аукционика не вижу я думаю фитов фитов еще вам покажем теперь нужно действительно отдать ключи от автомобиля так это 2017 год объем двигателя 1.3 литра стоимостью 810 тысяч рублей то есть и по по поэтому и и и и